Добрый вечер, Ваше Преосвященство, дорогие отцы, уважаемые матушки, братья и сестры. Сегодня мне выпала большая такая задача попытаться рассказать о том слове, которое в 380 году написал святитель Иоанн Златоуст к некому стагирию, монаху, подвижнику, отшельнику, который, к сожалению, был одержим нечистым духом. И вот данное бедствие, которое случилось с этим монахом, побудило святителя Иоанна Златоуста обратиться к нему с пространным словом, в котором мы для себя можем сейчас почерпнуть очень много полезного. Почему? Потому что из сегодняшних слов мы услышим, как святитель Иоанн Златоуст действительно отвечает на актуальные вопросы, которые, по сути дела, сейчас и мы, как пастыри, и наши посомы очень часто задают. И иногда, не имея возможности сказать именно про существу, мы пытаемся ограничиться какими-то отговорками или говорить не столь понятно для наших слушателей. И вот я думаю, что данное слово, конечно же, будет назидательно для всех нас, и в первую очередь, конечно же, как для пастыри, как для священнослужителей. Итак, кто такой стагирий? Стагирий, как я уже сказал, это монах, который происходил из богатой семьи. Его отец был достаточно блестолюбивым, жестким человеком, и его благочестивая мать, узнав о тех немощах и скорбях, которые постигли стагирия, пытается несколько, так сказать, держать в неведении отца, чтобы отец, соответственно, не проявлял каких-то, ну, можно сказать так, грубо, репрессий в отношении остальных монахов и к своему сыну, который ушел в монастырь. Данное бедствие, которое случилось со стагирием, было очень тяжелым для него, и доходило даже до того, что этот подвижник пытался несколько раз покончить жизнь самоубийством. И вот в своем слове святитель Иоанн как раз-таки говорит о том, что необходимо как раз-таки понимать и осознавать, осознавать то, почему и с какой целью Господь попускает вот таким искушением, таким сложностям, трудностям в жизни, тем более монаха, и говорит, что все не случается напрасно. Итак, нам следовало быть при тебе, любезнейший мой стагирий, принимать участие в твоих страданиях, и хотя сколько-нибудь по мере наших сил, говорит святитель Иоанн, облегчать твое уныние, утешая словом, помогать делом и употреблять другие средства, но так как телесная слабость и приключившаяся головная боль принудили остаться меня дома, говорит святитель Иоанн, я пишу это слово пространное тебе. И действительно, святитель Иоанн Златоуст в это время был болен после своих, как мы с вами помним, своих подвигов в течение двух лет. Он подвязался в пустыне антихийской, и, соответственно, телесное здоровье не позволяло ему продолжать эти подвиги, и он удалился для поправки своего здоровья. Кстати, спустя год святитель Иоанн будет рукоположен в сан Диакона, то есть он пишет еще в состоянии такого нижней церковной степени, в состоянии чтеца. «Может быть, это поможет тебе мужественно, говорит святитель Иоанн, переносить настоящее бедствие. Если же мы не будем иметь успеха в этом, то, по крайней мере, мысль о том, что мы со своей стороны не упустили ничего должного, облегчит нашу душу. Если бы я был из числа тех, которые благоугодны Богу и могут сделать великое, то не переставал бы молить и простить Бога о драгоценном для меня человеке. Но так как множество грехов лишает меня этого дерзновения и силы, то постараюсь предложить тебе словесное утешение». Кстати, хочу сказать, уважаемый владыка, дорогие отцы, о том, что, читая данное слово на своем личном примере, я понял, насколько действительно необходимо и полезно читать святых отцов, потому что, пропуская через себя их величайший опыт, их величайшие знания, и, казалось бы, задаешь себе вопросом, ну что, так сказать, для меня, человеку 21-20 века может сказать, подвижник, который жил в четвертом столетии, который не знал всех тех, можно сказать, можно сказать, научных каких-то достижений и так далее, то в этом случае мы, конечно же, ошибаемся, так как величайший опыт и духовный опыт святителя Иоанна, он как раз-таки показывает на личном примере, если мы будем постоянно пропускать через себя его творение. Поэтому я бы рекомендовал всем нам с вами обязательно не просто читать, а изучать святителя Иоанна, его громаднейшее духовное наследие, которое он, слава Богу, оставил для нас и для нашего поучения. Итак, продолжаю. Причина твоего уныния, по-видимому, одна-одна неистовство лукавого демона. Но он говорит, можно найти много скорбей, рождающихся потом от этого корня. Во-первых, ты жаловался на то, что в прежнее время, когда ты вел мирскую жизнь, ты не терпел ничего подобного, а когда распялся миру, тогда и почувствовал такую болезнь, которая способна смутить и повернуть в отчаяние. Второе. На то, что многие живущих в удовольствии, подвершись одинаковой с тобою болезнью, после кратковременных страданий, освободились от этой болезни и совершенно выздоровели, так, что даже вступили в брак и сделали с отцами многих детей, и вновь уже не подвергались подобной болезни. Третья причина, говорит святитель Иоанн, заключается в том, что святой муж, то есть некий подвижник, который приходил к стагирию и к другим монахам, не смог облегчить то его состояние, в котором пребывал этот стагирий, при этом помог другим монахам. В-четвертом. Ты сильно скорбишь, потому что еще сила уныния так овладевает твоей душой, что ты даже едва не бросался в петлю или не бросался в реку или в пропасть. И третья причина, пятая жалоба, состоит именно в том, что ты видишь, как твои сверстники, вместе с тобою начавшие вести подвижническую жизнь, благодушевствуют, а ты еще находишься в жесточайшей буре, живешь в самой ужасной темнице. И по словам твоим, не только должно плакать за кованным железом, сколько связанным этими цепями. И дальше он говорит, ты боишься и трепещешься за своего отца, как бы он, узнав об этом, не сделал больших неприятностей, принявшим тебя вначале святым, то есть постриженным в монашество, потому что, надеясь на свою силу и богатство, и предавшись скорби, он отважится против них, то есть против монахов всех, и не удержится ни от чего, что ему вздумается. То есть может причинить какой-то вред и монахам, с которыми подвязался стагирий, и в том числе самому монастырю. Кстати, здесь нужно сделать небольшую ремарку и сказать о том, что в словах, которые святитель Иоанн Златоуст обращается по разным причинам, как раз-таки слово к стагирию, оно, это слово предваряет, слово к верному отцу. И вот как раз-таки в этом слове он как раз-таки и говорит о том величайшей чести, которую сын в данном случае получает больше, нежели, если бы, допустим, его, значит, любимый сын, допустим, учился бы в какой-нибудь академии или с холе, и, так сказать, изучал какие-то мирские науки. И в слове к верному отцу как раз-таки святитель Иоанн и говорит о том, что величайшей чести сподобляются те, кто становится подвижниками и монахами. Все это, конечно, в состоянии обеспокоить твою душу и исполнить великого смущения, но душу слабую, неопытную, и беспечную. Если же мы захотим быть несколько внимательными и благочестиво рассудить, то рассеем все те причины, о которых я говорил только, что все эти причины уныния рассеем как мелкую пыль. Итак, когда нечистый дух первый раз напал на твою душу и поверг тебя в это время, как ты молился вместе со всеми, то хотя и я не был при этом за что благодарю человека любивого Бога, однако узнал все в точности, как бы находясь там, так как мой друг Феофил Ефесянин, пришедший, подробно рассказал обо всем, о корчах в руках, об искривлении глаз, о пене на устах, о страшном и невнятом голосе, о трясении твоего тела, продолжительном обмороке или сновидениях, бывших тебе в ту ночь. И тебе представилась, будто дикая свинья, испачканная грязью, постоянно бросалась на тебя и боролась с тобою. И когда спавший после тебя, встревоженный этим видением, проснулся, то увидел, что тебя опять мучит демон. Когда он рассказал об этом, то навел на нас такую мглу, какую демон поверг тебя, возлюбленный. Но когда я спустя долгое время пришел в себя, то все неприятное в этом мире перестало казаться мне неприятным и все приятное приятным. Издавна познав всю суету житейскую, я почувствовал еще тогда более любовь моя к твоему благочестию сделалась еще сильнее. Именно таковое свойство несчастья. Они обыкновенно усиливают дружбу между людьми. И это же видно из того, что они легко прекращают и даже саму вражду. И нет человека столь жестокого и бесчувственного, который, видя врага своего в несчастье, мог бы питать к нему ненависть. Если мы жалеем даже врагов и поступаем с ними как с друзьями, когда видим их претерпевающими какое-либо несчастье, то подумай, что должно было чувствовать я, видя в тяжких муках уныние того, кто для меня любезнее всех. Не думай же, будто мы чужды твоей скорби и поэтому не принимай моего утешения с подозрением. Многие искажущие несчастья представляются великими и невыносимыми, пока они будут хорошо рассмотрены. И кто рассмотрит их разумно, тот найдет, что они гораздо легче, чем о них думали. Это, надеюсь, случится и теперь. Итак, ободрись. Не следуй пустому и неразумному мнению толпы и не делай врага более сильным против нас. Так как ты по благодати Божией с детства знаешь священное описание и приняв от предков истинные спасительные догматы, несомненно, веруя, что Бог промышляет обо всем и особенно о верующих в Него, то оставим эту часть речи и начнем именно с другого. А именно, когда Бог сотворил небо и землю, а вернее, сотворил вначале ангельский чин, прежде нежели получили бытие ангела и прочие силы небесные, существовал Бог, не имеющий начала бытия своего. И как существо, никогда не имеющее ни в чем нужды, Он сотворил ангелов, архангелов и прочие бестелесные существа, сотворил единственно по благости своей, а не по чему иному. И мы действительно с вами знаем, уважаемые дорогие отцы, о том, что, дорогие братья и сестры, о том, что действительно Бог по своей благости, именно являясь источником любви, создает этот мир для того, чтобы как раз-таки его творение могло познать Бога, познать как всесовершеннейшую любовь и тем самым стать единым со своим Отцом, со своим Создателем. Если бы Он не был высочайший благ, то не сотворил бы тех, в чьем служение не нуждался. По сотворению их Он творит и человека. Вместе с человеком творит весь мир и, одарив человека бесчисленными благами, Он поставил это малое и немощное существо, владыкой над таким множеством творений и сделав Его на земле тем, чем Он Сам является на небесах. И вот здесь для нас также очень важно то мнение, которое святитель Иоанн Златоуст именно говорит о роли человека в этом мире, о том, что Он является, по сути дела, земным Богом, творцом, охранителем того, можно сказать, земного сада Эдема, который, соответственно, человек должен был не только творить, но, простите, сохранять, но и приумножать. Ибо слова, которые Господь говорит, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, означает не что иное, как то, что человеку дана власть над всем земным. Желая и другим способом показать Ему, насколько Он выше прочих тварей, Бог приводит к нему всех животных и повелевает дать всем им имена, но ни одного из них не найдет Ему в помощнике, так как не обретясь, а помощник, подобный Ему, говорит Священное Писание во второй главе первой книги Ветхого Завета. Показав этим человеку, что он занимает середину между двумя естествами, а именно небесным и земным, то, что он выше всего земного и что из множества этих творений ни одно не равно Ему, Бог творит Ему жену. И этим удоставит Его новой чести и ясно показывает, что жена создана для Него, как и Павел говорит, ибо не создан муж жены ради, но жена ради мужа. И не этим только Бог отличил человека, но и тем, что Ему одному из всех творений сообщил дар слова. Удостоил Его познания о себе, позволил наслаждаться собеседованием с Собою. И сколько это было для Него возможно, обещал дать Ему бессмертие, исполнил Его великой мудростью, даровал Ему духовную благодать, так что Он даже изрекал некие пророчества. И всем этим Бог одарил человека тогда, когда с его стороны, то есть со стороны человека, еще не было сделано никакого доброго дела. И как же поступил человек после столь многих и великих благодеяний? Он, то есть человек, более поверил врагу, дьяволу, нежели даровавшему ему все это и презрев заповедь Творца, предпочел обольщение того, кто старался совершенно погубить его. Но погубил ли Бог человека за то, что он оказал такую неблагодарность в самом начале, и так сказать, на первом своем шагу? Но по справедливости следовало бы погубить и исторнуть это Творение, но Бог продолжал благодетельствовать Ему не меньше, чем прежде, показывая, что хотя бы мы тысячу раз согрешили и отступали от Него, Он никогда не перестанет устроять наше спасение, и что если мы обратимся, то обязательно спасемся. Так и изгнание из рая или удаление от Древа Жизни и осуждение на смерть кажется делом наказующего и отмщающегося, но на самом деле есть не меньше прежнего дела именно промышляющего о человеке. Хотя эти слова представляются странными, однако они истинны. И как вы помните, мы помним, что было Древо Познания не только добра и зла, но и Древо Жизни. И вот как раз таки это Древо давало возможность человеку обрести бессмертие. И поэтому, если бы человек вот в этом уже падательном состоянии, которое он попал после преступления первой заповеди, если бы он вкусив от этого Древа, то тем самым остался бы как раз таки находиться вечно кающимся, вечно согрешающим пред Богом. Это будет более правильным. И в этом случае Господь как раз таки изгоняет именно из вот такой воспитательных целей. «Если бы человек остался в той же части, то впал бы в три крайних бедствия», рассуждает святитель Иоанн. Во-первых, он стал бы считать Бога недоброжелательным, обольстителем и лжецом. Именно таковым выставлял дьявол, как раз таки первым людям. Мы помним эти слова, которые он обращает к жене. Во-вторых, действительного обольстителя отца лжи и злобы он бы наоборот считал благодетелем и другом и кроме того продолжал бы впредь грешить бесконечно. Но Бог избавил его от всего этого, изгнав тогда из рая. Так и врач, если не трогает раны, то дает ей еще более загноиться, но если же он вырезает ее, останавливает дальнейшее распространение гнили в душе или в теле человека, то тем самым спасает и его. Всяцейбо злобе, говорит Священное Писание, научила праздность. То есть это говорит о том, что если бы человек оставался бы вот в этом состоянии греха, то тем самым он бы становился бы все более и более укоренялся в этой злобе. Дальше говорит Писание, «И седоши люди, ясти, пити и восташе и грати». То есть опять-таки от праздности происходит еще более, человек становится еще более, удаляется от праведности. Давид же говорит в Псалме, «Егда убиваши я, тогда взыскаху его и обращахуся и утреневаху к Богу». То есть мы должны понимать эти слова о том, что когда человек обращается к Богу, тогда как раз-таки он происходит с ним, он как бы снимает с себя вот эти все ризы греха, и тем самым он получает именно в Боге эту поддержку, которой он нуждается. Также к Иерусалиму обращается Бог, говорит всегда, «Накажешься Иерусалиме, да не отступит душа моя от тебе». И благо мне, говорит уже также псалмопеец пророк Давид, «Благо мне, Господи, яка смирил Мессий, яка да научуся оправданием Твоим». То есть оказывается, что через познание своей греховности происходит именно тогда, когда человек видит, в каком состоянии он находится. Он видит те венцы, которые, по сути дела, он был лишен, и тем самым вот это видение своего состояния, состояние падательного, должно побудить человека вернуться на путь оправдания, на путь добра, на путь соединения с Богом. И данное соединение возможно только через смирение. Блаженный Павел, святой апостол Павел, также говорит, «Дадись ами, пакостник, плоти ангел сатанин, да ами пакости деят, да не превозношуся. Асем трикраты Господом, алих и речеми, да влейте благодать моя, сила бы моя в нем еще совершается». Ну, я думаю, этот момент мы также помним с вами из «Деяния святых апостолов», о том, что если уж святой апостол Павел, так сказать, просил, молил о том, чтобы Господь избавил его от этого пакостника, некого такого искушающего духа, но Господь не позволил ему это сделать, сказав, что «сила бы моя в нем еще совершается». То есть, опять-таки, через смирение происходит видение своих грехов, и только тогда человек получает ту духовную помощь и поддержку, когда действительно полностью и всецело надеется на Бога. То есть, тем самым, святитель Иоанн Златоуст как бы на таких примерах показывает, что вот подобные ситуации уже случались в жизни других людей, даже в частности святого апостола Павла, который был также, отчасти, постоянно, так сказать, претерпевал от этого нечистого духа. Но также он говорит, что все это происходит не без промысла Божия. Хотя евангельская проповедь могла бы быть совершена и без гонения, и без скорби, и без трудов, и подвигов, однако Христос не восхотел этого, промышляя о проповедниках, поэтому и сказал им, «В мире скорбнее будете». И также желающим войти в Царствие Небесное он повелел идти именно тесным путем. То есть, скорби, искушения, все случающиеся с нами неприятности, не менее радости, доказывают Божие о нас попечение. И что же сделал, допустим, Каин, если бы он остался бы, допустим, в раю вместе со своим отцом Адамом? И в этом случае святитель Иоанн Златоуст рассуждает, что Каин, живя в раю, наслаждаясь его утехами, если он и лишившись этого, и имея пред глазами своими наказания, постигший отца, невразумился, но впал бы еще в еще большее нечестие. «Впрочем, по моему мнению, здесь ты можешь усмотреть человеколюбие Божие, когда Каин оскорблял самого Бога». То есть мы помним, когда Господь не принял жертву Каина, и Каин восстал на своего брата, убил его, то Господь не сразу уличает в грехе, но говорит Каин, а где же Авель, брат твой? И вот здесь мы встречаем резкие слова Каина, которые отвечают Богу, что я сторож брату своему. То есть тем самым он, по сути дела, как бы оскорбляет самого Бога. Творец вразумляет его словами, утешает в скорби, но когда он совершил преступление против брата, тогда уже Бог являет свой гнев и налагает на него наказание. Кстати, здесь можно тоже небольшую сносочку сделать на обращение Творца к первым людям, когда он ходил по райскому саду и говорил «Адам, Адам, где ты?» И вот помните, Господь, то есть Адам говорит, «Голоса твоего убоялся, и я скрылся от лица твоего, потому что я нак». И опять-таки Господь тут наводит вопрос и говорит о том, что «А кто сказал тебе, что ты нак?» И вот дальше он, так сказать, встречается с таким самооправданием человека, когда Адам говорит о том, что жена, которую ты мне дал, вот она мне дала яблоко, соответственно, я ел. Ну, то есть тем самым Господь как бы человек осознательно, и на примере святых наших прародителей, святых Адама и Евы, и в частности их потомка уже Каина, Господь как бы намеками дает человеку возможность покаяться, увидеть, осознать свой грех, чтобы покаяться, чтобы не было чего хуже. Дальше продолжаем. «Но Каин совершил не только этот грех, но и другой, не меньший, а именно позавидовал чести своего брата. Если бы он раскаялся о своем грехе, то угодил бы Богу эту прекрасную перемену, но не от раскаяния, а именно от зависти и ненависти происходило это смущение и как показал сам конец этого дела». Каин почти разгневался на Бога за то, что Бог, оскорбленный им, не почтил его, то есть не принял его дары и не предпочел злого доброму. Однако Бог, несмотря на то, что грехи Каина требовали тяжкого наказания, поступает с грешником гораздо милосерднее, по чему он заслуживает, пытается успокоить раздраженную душу его. И здесь мы опять-таки сталкиваемся с тем, что Господь на примере как раз-таки изгнания Каина опять-таки дает назидание всем потомкам Каина и потомкам святых Адама и Ева, потомкам Сима, которые опять-таки, видя пример и осознавая то великое зло, которое сделал Каин перед лицом Божиим и тем самым, чтобы они не впадали в еще большие грехи. И еще беседуя с ними же о тех, которые недостойно приобщаются святых христовых таинств, здесь святой апостол, то есть святой святитель Иоанн Златоуст делает акцент еще и на тех, кто причащается недостойно, говорит, «Сего ради вас многие немощны и недужливи и спят довольные, ащи бы быхом себе рассуждали, не быхом осуждений были, судими же от Господа они наказуются, да не с миром осудимся». И здесь мы видим вот это неизреченное милосердие Божие, беспредельное его богатство, благости. То есть здесь мы видим, как Бог делает и предпринимает все, чтобы мы и даже согрешили, и претерпевали наказание гораздо легче заслуженного нами или даже совершенно от него избавились. Ну а на этом я хотел бы слово свое, как бы закончить его первую часть, потому что слово достаточно пространное и дальше мы уже продолжим дальнейшей нашей встречи, дальнейшей нашей беседе, конференции. Мы продолжим рассматривать данное, значит, данное слово к стагирию, отшельнику, монаху. Я благодарю вас за просмотр, за ваше внимание. Ну и, Владыка, прошу вас прокомментировать сказанное. Благодарим отец Родион за доклад по этому произведению. Но заметить, что Иоанн Златоуст проявляет и даже такие нежные человеческие качества, какая у него забота, какая любовь к другу, к человеку, какое сострадание и какое здесь смирение. Говорит, если бы я не имел много грехов, могу помолиться и исцелить тебя. Ну, раз не могу исцелить, хотя бы утешение словесным предоставлю. И насколько страшно видеть припадок человека. из наших священников, наверное, кто-то видел, как люди бескнуются. Я тоже видел, как и на братьев нападают злые духи в монастыре, когда человек, ну, видно по внешним проявлениям, как это происходит, потом и кропим там таких людей. и это действительно страшно даже видеть. И златоуз даже говорит, благодарю Бога, что я это не видел своими глазами. А когда мне об этом рассказали, живописно все описали, я, говорит, несколько дней не мог к себя прийти, только когда уже смог к себя прийти, то вот начал писать тебе. Ну, конечно, сама книга построена на таком удивительном случае, когда человек посвятил себя Богу и стал бесноватым. И столько недоуменных вопросов возникло у Стагири. Говорит, ну, почему я в миру жил нормально, пришел в монастырь и стал бесноватым. Почему люди даже бесноватые в миру исцеляются, я никак не могу исцелиться. Почему даже святой человек, который пришел к нам в монастырь, многих исцелил, меня не может исцелить. Вот, и потом сильно переживал, что отец его, от него всем могло достаться, и монахам, и ему, и матери за то, что получил такую болезнь. И здесь только много таких очень важных возникло вопросов жизненных, на которые, в частности, отвечает еще и книга Иова. Очень интересное ее толкование, и я думаю, мы тоже это рассмотрим. И здесь такие вопросы, например, зачем Бог создал человека, для чего, зачем Бог попустил существование дьявола, почему он его не уничтожает, почему он дал заповедь, зачем, зачем насадил эти деревья в раю, познание добра и зла, древо жизни. Вопросы о свободе человека, о воле Божьем, о промысле Божьем, о согласовании свободы человека с Божьим промыслом. Такие очень и очень важные вопросы. И Златоуст, чтобы их прояснить, практически будет толковать всю Библию. Но, как мы знаем, при таких толкованиях ему помогали посланные Богом апостолы, поэтому толкование Златоуста очень для нас ценно и важно. И очень большой материал для наших проповедей и для наших понимания вот этих важных вопросов, ответов на них. И тогда мы с вами можем такие ответы давать уже тем, кто вопрошает. А вы знаете, что часто говорят, почему дети болеют, почему войны случаются, если Бог всемогущий. На эти все вопросы у Златоуста даже в этом творении ответы есть. будем читать и изучать. Ну, а вообще благодаря этому случаю мы с вами имеем такое творение, такое толкование. Хочется сказать, что по теме беснования действительно такие люди приезжают в монастыре для того, чтобы получить исцеление. Я таких людей видел немало. Мне с одним пришлось посидеть вот так. Мне сказали, надо с ним посидеть, похоронять, чтобы он с собой ничего не сделал. Я поднимаюсь на второй этаж наверх, где была кель этого человека. Там раздается хохот басом прям. Ха-ха-ха, кто следующий? Следующий был я. захожу к нему поднимаюсь, стараюсь поддержать его. Даю ему четки, чтобы он молился. Он молится, ему легче, он успокаивается. Но потом начинаю без благовения быстро молиться, быстро читать, коверкать слова и начинается припадок. Я сам видел, сидим с ним на диванчике, на одном. Я в профиль смотрю, челюсть выдвигается. Вот. Знаете, как вот действительно припадки фильм ужасов. Потом взгляд становится уже другим совершенно, таким волчьим взглядом. Медленно поворачивает лицо, смотрит в глаза и спрашивает. Уже другим голосом «Боишься меня?» Я говорю «Нет, не боюсь». Как же он сказал? Да, говорит, «Ты в бронежилете, и вы все тут в бронежилетах братьев монахов». Вот. Потом мог зубами стучать несколько часов подряд. Потом начал так же басом разговаривать, говорить. Предсказывал все, все сбывалось. Говорил, кто сейчас зайдет, кто потом приедет, кто куда едет. Прозорливость была через край. Потом он и исцелился. Я у него спрашивал, как бывало, как он себя чувствовал в это время. Он говорит, что с тобой общаемся, вроде нормально, потом снизу как мгла, так накатываю. Дальше я уже не могу за себя отвечать, что говорил, не помню, что делал, тоже не помню. Потом он получил частичное исцеление, а потом я узнал уже полностью. Исцелился. И действительно всегда сострадаешь таким людям. Тяжело это видеть, как дьявол мучить человека. Но в то же время это важно, и я всегда так понимал, и для нас это важно видеть, сострадать, видеть, что все реально, что бесы тут, они готовы войти. вы знаете, что в Мотовилово ходил бес. Представляете, служка Серафима преподобного, и он 15 лет был бесноватым. Он видел в себе червень, усыпая, можете почитать про это, как-нибудь может даже кто-то доклад сделает. Но мне кажется, почему так случилось, он, конечно, мог возгордиться из-за того, что Серафим Саровский дал ему райское состояние. Помните, беседу с Мотовиловым тоже можете прочитать, освежить в памяти. И вот было попущено беснование. Также и другим людям. Это не значит, что он грешнее, чем те, которые не беснуются. Но некоторым сильным душам Господь попускает такое для его смирения. После этого, как правило, братья или люди очень смиренные становятся. Многие благодарят. Я помню, одна женщина исповедовалась и говорит, я вижу бесов, это страшно, очень, мне тяжело, но я благодарю Бога, потому что из-за этого состояния все мои пять детей стали верующими в храме здесь, и муж стал в храм ходить, поэтому я за это Бога благодарю. Вот так люди правильно относятся к этому. Ну, конечно же, и у Стагири, живущего в четвертом веке, и у современных людей возникают такие недоуменные вопросы. И ответом на эти вопросы может служить творение слова златоуста. Всем советую почитать, потому что очень важно. И дальше будет интересный рассказ про всех праведников, что все-все праведники страдали, входя в райские обители. для нас всех это будет таким отрезлением, что беснование может случиться хоть с кем. Зачастую, чаще всего по грехам каким-то, но нельзя исключать, с мотовилом просто Господь попустил ему. Поэтому стараться избегать грехов, жить в покаянии, а если увидим бесноватых людей, ни в коем случае не осуждать их, а сострадать, молиться по силам, ну и какое-то даже, как видим, и может человеческое утешение приносить, поскольку это в наших силах. Но мы благодарим всех за внимание. Спасибо.